Путешествие по воде Постоянная смена волжских пейзажей вдохновила мальчика на создание фотографий Денис познакомился с капитаном теплохода Путь лежал в Ширяево, место, связанное с жизнью и творчеством замечательного художника Ильи Репина Где он нашел персонажей для своей картины «Бурлаки на Волге» Когда экскурсия подошла к концу, Денис задал юным телезрителям вопрос Части с каким названием нет в поэме Михалкова «Дядя Степа»? Дядя Степа, дядя Степа милиционер, дядя Степа и Егор, дядя Степа ветеран или дядя Степа депутат Первый правильный ответ пришел от Алены Отякиной Девочка-лидер по натуре, жизнерадостный и активный ребенок, но при этом с очень тонкой душевной организацией Она учится в Самарской 54-й школе, любит русский язык, чтение и рисование На каникулах катается на роликах, главная мечта Алены – это увидеть космос Увидеть Луну, звезды, Марс, Меркурий, Нептун Я очень люблю животных, поэтому я очень хочу стать ветеринаром У нас дома всегда очень много животных, у нас две черепашки, у нас хомячки И больше всего она любит собаку, спортом любит увлекаться Допустим, она же занимается крикоримской борьбой, хип-хоп, брейк-данс Она на велосипеде катается, на роликах То есть, ну, любой практически вид спорта, но ей вот нравится А, с мальчишками футбол гоняет И кропотливо сидит, всякие открыточки делает, рисует, вырезает что-то Там расписывает вазочки Ну, такая вот девчонка Я думаю, что у нее в будущем все получится Алена отправляется на автодром Там девочку ждет первое приключение Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте Здравствуй, Алена Ты у нас являешься победителем в конкурсе Поэтому сегодня я хотел бы тебе показать, как люди сдают экзамены для получения прав управления Ты же в будущем тоже собираешься стать водителем? Да, я очень хочу На данном автодроме осуществляется прием экзаменов у кандидатов водителей Которые в будущем планируют получить водительское удостоверение Для того, чтобы самостоятельно управлять транспортными средствами Они у нас здесь дают три элемента Это так называемую горку Остановка и подъем И трогание на подъеме Затем они выполняют змейку Объезд препятствий И, соответственно, последний элемент Это параллельная парковка Каждый кандидат водителя все эти три элемента выполняет Если он их, соответственно, выполняет успешно В дальнейшем мы с ним передвигаемся на второй этап практического вождения Это вождение по городу Где, соответственно, проверяем навыки кандидатов водителя При движении в условиях реального дорожного движения Ален, ты сама желаешь побывать на месте кандидата водителя? Да, хочу Тогда сейчас мы тебе покажем, как это выглядит изнутри, с машины Ален, присаживайся Нужно обязательно пристегнуться Потому что в машине дети должны быть в обязательном порядке пристеганы Как и другие водители Для того, чтобы обеспечить безопасность Сейчас я сяду за руль И мы с тобой проедемся по автодрому Устроить небольшую экскурсию Самый первый элемент, который мы будем выполнять И который сдает кандидат водителя Это трогание Остановка на наклонном поверхности На подъеме В простонародье горка Поехали Для того, чтобы элемент правильно выполнить Мы должны подъехать к стопу линий Зафиксировать машину с помощью ручного тормоза Или рабочей тормозной системы После этого осилить трогание Что мы сейчас с тобой проделаем После этого мы должны с тобой остановиться Перед второй стоп-линией И так же зафиксировать машину И выключить передачу Поехали дальше Следующий элемент, который нам предстоит выполнить Это змейка Элемент достаточно простой И требует лишь элементарных навыков управления Проще говоря, мы с тобой должны объехать серию из стоящих фишек При этом не задев ни одной из них Фишек мы с тобой не сбили Поэтому элемент считается выполненным Следующий и последний элемент Сдачи экзаменов Это боковая парковка Или параллельная парковка с задним ходом Соответственно, мы с тобой заезжаем на элемент И должны поместиться на площадку Которая находится справа от автомобиля Освив парковку с задним ходом Машина у нас с тобой оказалась На парковке, на площадке Элемент выполнен Если ошибок нами не был допущен Значит, экзамен считается сданным Можно уезжать с элемента Ну все, наше путешествие с тобой закончилось Надеюсь, тебе понравилась наша экскурсия? Да, мне понравилась Очень занимательно это было Надеюсь, в будущем ты, когда подрастешь И тебе исполнится 18 лет Придешь к нам сдавать экзамены Успешно их сдашь Обязательно Всего хорошего тебе Успехов! Дальше Алена ждут в регистрационно-экзаменационном отделе Где кандидаты в водители, успешно сдавшие экзамены Получают заветное водительское удостоверение Вставят или снимают с учета транспортное средство Здравствуй, Алена Я старший государственный инспектор РЭО ГИБДД города Самара Капитан полиции Губатенко Сергей Владимирович Сегодня ты находишься в нашем подразделении Я бы тебе хотел рассказать о нашей работе Пойдем, я тебе покажу Ну что, Алена Вот мы с тобой находимся в отделе регистрации транспортных средств Это зал ожидания Куда приходят граждане За регистрационными действиями Или за постановкой на учет автомашины Или за какими-то другими действиями Потеряли номер, документы Алена, это одно из окон приема граждан Где осуществляет прием государственный инспектор Сюда ему подают документы для регистрации транспортных средств А он им уже выдает готовые документы и номера Сколько людей приходит сюда в день? Сюда приходит очень много людей Так как в дашь подразделение обращается со всей территории Самарской области Как сама знаешь, очень большая В день к нам обращается до 500 с лишним человек Алена получила от экскурсии огромное удовольствие Впереди ждал еще один сюрприз Алена, тебе понравилась работа нашего отдела? Да, тут все очень интересно и занимательно Алена, голосовая инспекция города Самары Поздравляет за победу в конкурсе И вручает тебе наш скромный подарок Спасибо И в конце программы Традиционный вопрос для юных телезрителей Со скольки лет Можно получить водительское удостоверение? Правильный ответ с указанием своего имени, фамилии и возраста Необходим присылать СМС-сообщением на номер 8-927-260-20-39 С новым победителем мы встретимся уже в первых числах сентября Программа «С дяди Степа и мы друзья» уходит на каникулы Вся команда телепрограммы желает вам юные друзья Отличного солнечного и продуктивного лета Продолжение следует...